Всем привет! Я рад вас видеть на этом этапе, на этой конфе. Я был уже один раз в Киеве, там мне очень понравилось, там был и Ник, и Миша. Всегда очень хорошая атмосфера, я очень рад, что вы добрались до Харькова. Во-первых, близко ко мне, есть возможность буквально за 5 минут подъехать, выступить с вами, со всеми пообщаться. Я даже слышал пару отзывов от представителей не-рубби-комьюнити. Да, типа, ого, неплохая у вас тут атмосфера, так что очень приятно. Это они еще в тупаке не имеют. Да. Ну, пару слов обо мне. Меня зовут Сергей, я веб-тинг-дит в Моби-деф, естественно, занимаюсь руби-направлением. Помимо этого, я преподаватель в ХАИ, у меня там два курса, веб-технологию, веб-дизайн и параллельное вычисление. Да, даже некоторые мои студенты присутствуют в зале, что тоже очень приятно. То есть какие-то... А это с Киевцем? Ну, к сожалению, они уже успешно сдали, или к счастью успешно сдали. Так что это уже плоды посеянных семян. С точки зрения технологии, мне интересна очень большая сфера, большой, я бы сказал, большой разброс в том, что меня интересует. То есть мое такое жизненное кредо, я жив, пока я учусь. Поэтому все, что новое, мне интересно попробовать. Интересно туда запустить свои пальцы или любопытный нос там, поразведывать. То есть вы можете посмотреть, это из языков и Ruby, и Go, и PHP, и Python немного. С фронтендов UGS, это там и мобильная разработка на Android, и блокчейн. В общем, очень много всего. То есть мне интересно пробовать. Поэтому я более называю себя больше фулл-стэка с заботчиками. То есть есть тут как бы два таких мнения. Кто-то говорит, что лучше быть специалистом в чем-то одном, но хорошим специалистом. Кто-то говорит, что как бы важен вообще-то и кругозор. Опа. Слайд окончился. Пардон, я думаю, это... Это кончилось, если не питание. Да, то он просто уснул. А можно питание, наверное, возьму? Секунду. Схватим питание, чтобы это не оттекилось. Да, что ты мать? Да, не факт, что это нам поможет. Поэтому время от времени я буду подходить. Ну ладно. Давайте продолжим. Итак, тема вообще-то такая очень обширная, очень холиварная. Поэтому я хотел бы сразу, знаете, обозначить, как человек, связанный с преподаванием и защитой различных дипломов и так далее. Давайте сразу скажу, о чем я буду говорить и о чем не буду говорить, чтобы вы меня потом не заводили своими вопросами. О чем мы будем говорить? Мы будем говорить о том, как технология Docker помогает нам в построении микросервисов, а именно микросервисов на Ruby. Как с помощью Docker автоматизировать ваши процессы разработки. Что дает Docker? Как оптимизировать? Вы уже пользуетесь Docker, уже пользуетесь, например, годами, но как еще больше оптимизировать вашу работу с Docker? То есть, как оптимизировать размер образов, как зарефакторить ваши Docker Compose файлы, как организовать центральное логирование в ваших микросервисах и так далее. О чем мы не будем говорить? Я вот даже не выделил таким жирным. Мы не будем общаться о том, когда использовать микросервисы. Я знаю очень много холиваров и очень интересный топик, когда использовать микросервисы, как на них мигрировать, как установить Docker. Я не буду рассказывать, что такое Docker для чайников. Ну, хотя давайте пройдем небольшой тест. Кто уже сталкивался с Docker в своей практике? Поднимите руки. Ну, все, отлично. Это хорошо, что я об этом не буду рассказывать. Естественно, я не буду разводить холивар. Можно не использовать рельсы в микросервисах и так далее. То есть, я думаю, каждый из вас в душе знает ответ и знает, когда можно применить, когда нельзя. Это все мы не будем обсуждать в данной презентации. Так, давайте переходить к сути. Пару слов о Docker, потому что вы прекрасно, наверняка уже многие знакомы с ним. Итак, что позволяет технология Docker? Docker — это технология виртуализации. Я его использую уже два года. Что было до него? Да, вагрант, виртуальные машины и так далее. Когда, в какой момент я впервые столкнулся с Docker два года назад? Когда мне потребовалось на моем проекте поднимать одновременно три виртуальные машины с рельсами. И на тот момент моего ноутбука, не помню, со скольки гигабайтами памяти, то ли там 4, в общем, его стало очень не хватать. То есть, мало того, что минут пять я ждал, пока это все прогрузится, если не больше, ну и работало это не очень быстро. То есть, контейнеры у нас... Искользуется другой механизм виртуализации контейнера, когда у нас каждый контейнер делится операционной системой ядро. Каждый... такие ключевые аспекты вам напомнить. Каждый из контейнеров базируется на каком-то образе. Идеология такова разработки с помощью Docker, что каждый кусок вашего софта, каждый его отдельный компонент, грубо говоря, это контейнер в Docker. База данных — это контейнер. Ваш микросервис на Ruby — это контейнер. Redis — это контейнер. Допустим, Elasticsearch — это тоже контейнер. И так далее. Ну, естественно, они очень lightweight, то есть, они легковесные. Я говорил, что у меня была проблема развернуть три лекции приложения с помощью Vagrant. А с помощью Docker я разворачиваю и по 20, и по 30, и все работает достаточно быстро. Ну, естественно, сохраняются плюсики виртуализации, такие как изоляция ваших контейнеров, безопасность и так далее. Ну, перейдем, собственно, к Ruby. Да, я знаю, что, в принципе, тема микросервиса, она такая, достаточно обширная. И я говорю про Docker. И, скажем так, когда я делал этот доклад, я думал, это будет Ruby Meditation. Значит, все-таки нужно сюда, чтобы побольше втурить Ruby. Да, правильно. То есть, в принципе, доклад больше от Docker, но, скажем так, все это я обкатывал на Ruby в микросервисах, поэтому, скажем, могу весь этот материал рассказать применительно именно к Ruby. Что это за код здесь? У меня к вам вопрос. Многие ли из вас программируют для себя помимо работы? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, честно, да? Вот, хорошо. Скажу так, я увидел много своих единомышленников. То есть, я не хочу сказать, что если вы не программируете для себя, то программирование — это не для вас, увольняйтесь, идите, не знаю, в дизайне. Нет, конечно, но я как бы очень сильно пропагандирую, что невозможно развиваться только, если вы будете программировать, получая за эти деньги. То есть, для меня программирование — это не только работа, это как бы увлечение, страсть. Я пишу много свит-проектов. Иногда они полезны, иногда они open-source, иногда мне стыдно их выкладывать в open-source, но это неважно. Это код одного из моих недавних проектов. Это проект по автоматизации для Smart House. То есть, каждый наверняка в любви не мечты, программист мечтает написать свою систему и автоматизировать работу своего именно дома. Вы слышали про Zapier? Ну, я думаю, да, многие слышали. Zapier — платформа для интеграции API. Вот представьте, примерно такая же идея, только для Smart House. Платформа для интеграции различных смарт-девайсов. Лампочек, двери, микроволновок и так далее. И вот у меня появилась идея, во-первых, опробовать микросервисный подход в том, скажем, новом понятии, которое я для себя открыл. То есть, раньше все мои проекты по работе, они были более сервисные. Их нельзя было назвать микросервисными. Но я решил, давайте мы теперь раздробим это вообще на микросервис и посмотрим, что будет. То есть, такой экспериментаторский проект. Заодно посмотреть, что такое сенатора и так далее. То есть, я люблю в каждом проекте использовать максимально что-то новое. Итак, у нас для вас это какая часть? Это вот для вас слева. Слева у нас небольшой микросервис на Сенатре. Мы видим, что, грубо говоря, в нем есть пока один, назовем это, обработчик для запроса Houses. То есть, мы получаем список наших смарт-хаусов. И внутри мы вызываем некоторую операцию. То есть, привет, Ник, да? Нет, точнее так, привет, Ник, в камеру. Да. Раз в пять минут, какие? То есть, я использовал Trailblazer в самой последней бета-версии. Вот в Твиттере... Нет, кстати, это не самая последняя бета-версия. Это я в другом проекте использовал. Окей, извините. Ну, неважно. А Trailblazer это что-то типа, я бы сказал, стандарта для паттерна-сервис-обджект, который мы все очень любим использовать. В принципе, я даже сумел с некоторыми из вами в перерывах подискутировать, когда лучше использовать, когда можно применять там коллабл-объекты, как нам сегодня рассказывали и так далее. Ну, это так небольшой бэкграунд, чтобы мы понимали, что, собственно, будет происходить дальше. Дальше я бы хотел с вами поговорить о том, как, собственно, теперь этот сервис запустить с помощью докер. Что мы все первым делом пишем, когда мы хотим, как я говорю, докеризировать наш некий сервис, наше приложение? Мы пишем докер-файл, который, грубо говоря, является набором инструкций о том, как собрать образ, программное обеспечение, чтобы затем из этого образа можно было запустить наш контейнер. И наверняка вы все писали для Ruby вот какой-нибудь такой образ. Ruby, берем последний 2.5.0, ставим необходимые пакеты, чтобы собрали, чтобы наш вандал пробежал, копируем туда код и так далее. В общем-то, все хорошо за исключением одного. Размер вот такого образа 985 МБ назад. Теперь представим, у нас микросервисы, их может быть сотня. Умножаем эту цифру на 100, в общем, получается очень большое число, очень страшное. Это сразу наводит меня на мысль о том, что что-то здесь зарыто, что-то можно оптимизировать. И есть несколько, я бы сказал, шагов по оптимизации докер-образа. И первый шаг для нас рубистов настолько простой, что если вы его еще не делали, вот прямо сейчас, если ноутбук у вас с собой есть, вот возьмите, сразу код откройте и там поменяйте это. Перейдите на БХБ. Хороший вариант. Но все-таки тем, кто использует Ruby, я предлагаю вот что сделать. Добавляем в первой строке вот этот небольшой дефис и приписочку Alpine. Что это такое? Знаете? Легковесная сборка Linux, Alpine Linux. Дальше мне пришлось поменять значительно немного, естественно, установку пакетов. Пакеты называются немножко по-другому, немного отличаются от Ubuntu. Сам менеджер пакетов тоже немного другой. Ну, как видите, пришлось переписать аж две строки. То есть за две строки мы получаем в три раза более оптимальный размер нашего докер-образа. Что уже неплохо. То есть, как мы видим, тут не понадобится переписывать, например, все с нуля. Тут можно как бы немножко подтюнить. Но и это не предел совершенства. Давайте шагнем дальше и посмотрим, как можно еще лучше оптимизировать наши докер-образы. Возможно, вы слышали о таком понятии, как докер-мультистейдж-билд. Ну, некоторые слышали. Это хорошо. Грубо говоря, мы сборку нашего образа поделим на несколько шагов, на несколько таких глобальных стадий. Обычно первая стадия подготовительная, вторая стадия окончательная. Сейчас я расскажу, в чем заключается сама суть. Как видим, в начале докер-файла у нас всегда идет ключевое слово from, то есть из какого уже существующего образа мы будем собирать наш. Когда это мультистейдж-билд, это слово from упоминается несколько раз. То есть каждая стадия начинается опять как будто с чистого места. Но идея в чем? В последующей стадии вы можете обращаться к файлам, которые вы получили на предыдущей. Что это нам дает? Допустим, я в нашей первой стадии ставлю необходимые пакеты git, build essentials и так далее. Прогоняю bundle install, получаю уже все собранные гемы. Но по сути нам вот эти пакеты в нашем продакшн-приложении они не нужны. Git, build essentials и так далее. Все, что нам нужно для работы нашего приложения, это только наши сбилдженные гемы. Поэтому мы можем сказать стейдж-два, вторая стадия нашего образа. Берем все с чистого листа, ставим только необходимые библиотеки для работы с Postgres в данном случае. И затем внизу вот этот код. Лазер-то здесь работает. Внизу вот этот код говорит, что с первой стадии, которую мы назвали bundler, скопировать уже скомпилированные изготовленные наши все гемы. Таким образом, как бы, мы получаем в итоге наш готовый образ, в котором только то, что нам нужно. В котором отсутствуют всякие пакеты для сборки нативных, нативного кода для гемов и так далее и тому подобное. Это позволило все еще, это все позволило еще уменьшить наш образ, который теперь занимает 127 мегабайт. Что, в принципе, уже вполне неплохо. если представить это на вот таком замечательном графике, то мы можем заметить, что удалось сократить размер нашего образа почти в 8 раз. То есть это очень значительная экономия вашего места, и поскольку вам придется для микросервисов очень много при деплое образов скачивать, новых образов и так далее. Это значительно сократит время и значительно как бы сэкономит вам место на вашем сервере. Ну хорошо. Вот у нас есть сервис на Синатре, вот у нас есть образ, и мы его можем запустить вот такой командой, которую я где-то здесь упоминал. Run. С помощью Docker Run мы можем этот сервис запустить. Все замечательно, но допустим, у нас этих сервисов хотя бы 10. Каждый из них запускать вот такой командой Run вручную достаточно тяжело. Ну и, собственно, не имеет сейчас смысла. У Docker есть такой вот такой очень удобный инструмент, который называется Docker Compose. Он позволяет нам во всеми нами любимом формате YAML всеми нами рубистами описать структуру нашего окружения, то есть описать наши сервисы, описать необходимый для работы, как они связаны и так далее. И затем с помощью одной команды этот инструмент Docker Compose пробегается по этому YAML файлу и поднимает вам все окружение. Ну и мы как бы знаем, как существа ленивые, нам очень хочется, чтобы одной командой мы могли развернуть все окружение у нас без всяких установок и так далее. То есть суть у Docker в целом как технологии и, естественно, Docker Compose как одного из инструментов в том, чтобы вы могли переиспользовать готовое кем-то уже предварительно настроенное окружение. То есть, грубо говоря, один разработчик пришел, у него стоит Docker, Docker Compose, у него с GitHub и с TNCode, нажал одну команду и у него все запустилось локально. Более того, все то же самое на сервере, то есть повторяемое окружение. Итак, вот у нас на экране описание одного вот этого хаос-сервиса, то есть сервиса, который у нас каким-то образом обслуживает смарт-дома, отписание в этом файле Docker Compose. Мы можем видеть, что собери образ из папки хаос-сервис, запускай команду bundle.exec.ru без сервиса.rb, ты являешься частью сети MyNetwork, у тебя порт 80, ты используешь код из этого вольюма, у тебя какие-то environment переменные и так далее. И вот таких сервисов у нас в нашем Blocker Compose файле бесчисленное множество, грубо говоря. Если посмотреть, сколько здесь линий. Здесь, чтобы описать один сервис, нам понадобилось 16 линий. Окей, то есть, допустим, у нас 10 сервисов, это 160 линий, 100 сервисов, 1600 линий и так далее. Возникает такое предчувствие, что-то, как будто вот это уже другой сервис, это юзер сервис, это сервис, который обслуживает юзеров. Но что-то здесь повторяется. Я вот эту команду видел, эту сеть я видел, порт тот же, переменные те же. Не взяли? Не могут быть временные те же, портуются. Ну, если как бы следовать, что для каждого микросервиса своя, должна быть база данных, то да. Но если они используют, да, ну база данных, да, да. Но я понимаю, зачем. Закрадывается такое ощущение, что, что-то здесь можно оптимизировать. Вот, как люди просто знакомые с форматом UML, вот что вы можете придумать? Что-то у нас в датабе из ямов используется в каждом микридеце. А, повторяю, что сегмент каждого да, вот эти вот, сейчас я даже переключу слайд, чтобы терминологию нужно использовать. Якоря и расширение. Окей. Оказалось, что я забыл раз в 5 минут пошевенить. Желательно тачпадом. Вот поэтому когда есть ликер, он работает как клавиатура, тогда даже они засыпают. Кстати, можем попробовать, почему не нет. Наш телефон-то ходит через запишечку в руках. Это точно. Сейчас двигается клавиатура. Вот, все, все, когда континью клаву выберем. А, понажимай что-нибудь на... Да. На клике перечень не любят. О. Окей. Не идет, что-то сгибает. Да, лишний отслайд. Все. Давай, попробуем. Окей. Он эмулирует вакус, и без тачки у меня не засыпают. Окей, пойдет. Итак, на чем мы с вами остановились? У нас есть якоря и поле расширения въяну. То есть, логично было бы это использовать здесь при описании ваших сервисов Docker Compose. То есть, это позволило бы нам переиспользовать повторяющиеся участки кода. Давайте так и поступим. Единственные моменты, о которых я хотел сразу бы оговориться, нам необходим Docker Compose, начиная с версии 3.4. То есть, вот это большой подводный камень, с которым я промавился долго. почему на некоторых проектах не работало? Потому что они использовали Docker Compose более старой версии. То есть, помните, необходимо установить версию 3.4. Ну, или больше. Какой нюанс еще? Каждые вот эти вот секции, то есть, которые вы можете вставлять затем в другие сервисы, вам необходимо начинать с буквы X. То есть, Docker Compose так требует. У него есть свой четкий перечень ключевых слов, и если он встречает что-то, что он не знает, он дико ругается. Поэтому он просит вас, именуйте вот эти секции, пожалуйста, с X и Defice. все будет окей. Давайте так и сделаем. Мы описываем все повторяющиеся наши настройки в секции X-Base Service, ставим вот такой якорь, и затем используем как расширение для нашего сервиса. Это позволило нам сократить количество линий, необходимых для описания сервиса сколько раз? 16 на 5 допустим в 3 раза условно, практически в 3 раза. Неплохо. следующий момент, который часто возникает у вас, когда вы уже наигрались с докером локально, часто у многих проектов говорят, докер локально, в продакшене у нас до сих пор все по-старому. AWS или Heroku это не важно. В какой-то момент вы думаете, но я же хочу все-таки переиспользовать главную фишку докера, то, что у меня окружение одинаковое и локально и в продакшене. И возникает тогда такая небольшая проблемка, что все-таки в продакшене у нас все чуть-чуть по-другому. Мы хотим, а именно, насколько чуть-чуть, вместо того, чтобы каждый раз собирать наши образы, мы хотим использовать готовые имиджи из какого-то репозитория, например, докер-хаб или наш какой-то реестр, который мы развилили. Для этого мы используем имидж вот здесь. Мы хотим убрать всякие настройки, необходимые для дебелопа, то есть stdin и tty, которые были вот здесь. Далее. Мы хотим убрать волюмы, потому что теперь весь наш код, он внутри образа, он уже упакован, и нам не нужно синхронизировать его с нашим сервисом. Убираем, возможно, какие-то тестовые контейнеры. мы видим, что у нас есть необходимость для продакшена поменять наш Docker Compose email файл, который описывает сервисы. У нас есть два пути. Путь один. Пишем отдельный Docker Compose файл. И, кстати, я не знаю, какой из этих путей лучше. То есть, реально есть люди, которые делают и так, и так, и приводят аргументы под за и того, и того. Первый путь. Пишем отдельный Docker Compose файл. Второй путь. Пишем файл, который только частично, а затем override и расширяет наш первый файл. То есть, идея этого пути такая. Мы пишем чистенький Docker Compose YAML, который будет использоваться в продакшене. Затем пишем второй файл Docker Compose dev YAML, например, который будет расширять и override в некоторых местах вот эти настройки. И затем в development запускаем это все таким образом. То есть, указываем Docker Compose оба файла. Что это позволяет? Это позволяет взять вот этот продакшен шаблон и чуть-чуть перенастроить его на development. Какой явный плюс переиспользования кода? Какой минус приводят те, кто говорят надо писать отдельный файл? Ну, то, что приходится в голове самому складывать эти два файла немного неочевидно, какие в итоге смёрзутся настройки и что там будет. Ну, то есть, вам решать, какой лучше использовать, но, то есть, я хотел вам сказать, что есть у вас опция здесь переиспользовать ваш код. Какие проблемы еще могут возникнуть, когда вы пишете микросервисы? Мы уже сделали хороший образ, уже оптимизировали наш Docker Compose email файл, он уже у нас красивый и замечательный, но, допустим, что-то у вас пошло не так, а вы хотите посмотреть логи вашего Docker контейнера. Хорошо, в Docker есть команда logs, нет проблем, пошли посмотрели. Но у нас же микросервисы, они друг с другом общаются, эта информация как-то там между ними течет, перетекает, они как-то друг с другом взаимодействуют. Возникает проблема, чтобы отследить цепочку действий, необходимо вызвать на нескольких сервисах эту команду logs, найти там вручную, возможно, необходимую вам информацию, как-то ее связать. Сразу чувствуется, что необходима какая-то система, какой-то стэк, который решает эту проблему, и я уверен, многие из вас знают необходимые стэки. Конкретно, что он должен позволять нам делать? Просматривать логи одновременно с нескольких докер-контейнеров, отслеживать данные между всеми, распределенные между всеми контейнерами, агрегировать логи, позволять осуществлять поиск полога. Всем вам наверняка знакомых стэк. Слышали о том? Естественно, Elasticsearch упоминался несколько раз, но логстэш и кибана в дополнение, это ELK стэк. Что он, собственно, позволяет делать вкратце? Агрегирует логи с помощью логстэша, затем отправляет их в Elasticsearch, и с помощью кибана мы это все визуализируем. Поскольку мы работаем с PortionDocker и Docker Compose, как я говорил, у нас каждый из этих сервисов это всего лишь очередной контейнер. То есть добавить центральное логирование ваших микросервисов очень легко. Мы описываем все упомянутые сервисы как контейнеры, видим контейнер Logstash, контейнер Kibana, контейнер Elasticsearch, настраиваем немножечко их тюнинг, то есть я бы полукавил, если бы сказал, что все прям работает вот так из коробки. Нам необходимо прописать немного конфигурации, например, для Logstash какой мы используем драйвер, где у нас находится Elasticsearch, куда обращаться к Kibana и так далее. Но не настолько критично, можно взять из презентации скопировать эти конфиги и у вас, я надеюсь, все запустится. Окей. Вот у нас этот стэк из трех контейнеров Elk. Нам нужно теперь как-то сказать нашим контейнерам, как туда посылать эти данные. То есть докер еще не в курсе, что у нас есть этот стэк и мы хотим с ним работать. Но мы ему можем об этом сказать. Первое, что мы говорим нашему контейнеру. Для логирования, пожалуйста, используй драйвер Gelf. То есть это специальный формат, в котором он посылает логи. Если вы заметили, то VoxTash мы сказали, что мы будем посылать в этом формате. Затем мы указываем, куда посылаем логи. На порт 12201. Что это за порт у нас? Вот это порт VoxTash. И здесь такая небольшая фишечка, которую я раньше не рассказывал про Docker Compose. У нас есть возможность использовать template variable. Что это нам позволяет? Это позволяет некие перемены, которых знает Docker Compose, например, название сервиса, подставлять в ваш YAML файл. В данном случае я говорю, при отсылке логов, пожалуйста, в качестве тега используй имя текущего сервиса. Это позволяет нам сделать вот такую переиспользуемую секцию, которую мы потом вставим во все наши сервисы. То опять-таки же идет оптимизация вашего кода переиспользования, в общем все хорошие плюшки, которые мы так любим делать. Результат, ага, предварительный шаг про результаты. Перед результатом. Слайд, в общем-то относящийся к группе. Да-да. Вам необходимо добавить собственного логирования в ваш сервис. Здесь я это сделал следующим образом. Я использую Trailblazer и добавляю просто два шага. Шаг, который меня логирует, если все хорошо, шаг, который логирует, если все плохо. В общем, ничего сложного. Единственное, что мне не удалось пока сделать в Синаторе, но я еще не отчаиваюсь, это каким-то образом сделать, чтобы эти логи посылались, если, например, это exception, не отдельными строками, а цельным сообщением. Ну, если просто в рельсах это делается с помощью гема, которая, естественно, работает только с рельсами. И гема, делающего то же самое не для рельсов, не существует. Ну, или он существует, но я его еще не нашел. То есть, когда у меня сейчас происходит, например, некий exception, ну, здесь не видно, но это не важно, у меня каждая строка этого exception приходит в виде отдельной записи блога. Это отдельный event? Да, да. Получается, нет собирающей по выбору. Да, то есть, это что-то на стороне Sinatra предварительно должно это сегрегировать и послать отдельным сообщением в блог. Ну, я надеюсь, это исправить, но пока у тебя есть такой небольшой минус. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем вот такой красивый интерфейс кубаны, в котором вы можете написать, например, я хочу получить все логи от визерс или я хочу получить все логи от хаос-сервиса, или, например, я хочу получить все логи, где упомянут юзер с идишником 12. И таким образом, вы получите сообщение от всех ваших сервисов, вы можете проследить цепочку действий вашего пользователя по всем микросервисам. главная проблема какая? Пользователь что-то сделал, как оно потом у меня там побежало по микросервисам, я не могу отследить, не могу понять по логам, потому что все в перемешку, я вручную ввожу по каждому сервису и не понимаю, что происходит. Вот, собственно, это решение позволяет вам избежать этой проблемы или, по крайней мере, немного более оптимально ее решать. О какой еще проблеме я хотел поговорить? Как вот все, кто начинал с блокером и кто создавал больше одного как они все это делали в начале, более того, как я это делал тоже. Мы создаем сервис на порту 3000. Нам нужен новый сервис, но порт 3000 занят. Что мы делаем? Мы создаем сервис на 3001 порту и так далее, а следующий сервис на 3002 порту так можно до бесконечности. Ну, естественно, как-то немного неудобно и более того, в каждом из ваших микросервисов вы теперь должны написать. А теперь, чтобы обратиться к юзер-сервису, обратись туда-то к порт 3001. Теперь, чтобы обратиться к хаус-сервису, обратись на порт 3000, к другому сервису порт 3002. Да, что-то здесь попахивает тем, что мы неправильно сделали. Поэтому, естественно, логичным решением было бы использовать некий прокси-контейнер, можно сказать еще лод-балансер или роутер, или сервис-дискавери-контейнер, который бы занимался роутингом наших запросов. То есть, давайте скажем, что все теперь, включая наши сервисы, включая браузер, должны обращаться к вот этому контейнеру, который, сервису, который называется LB, то есть, сокращенный от лод-балансер, допустим. и уже он определяет, к кому должен пойти этот запрос, к какому микросервису. У него открыт только порт 80, у всех остальных сервисов, если вы видели раньше, я тоже открывал 80-й порт. Вот он. То есть, теперь нам не нужен этот зоопарк из множества портов, у нас открыт только один порт, нам только нужно каким-то образом теперь сказать этому контейнеру, в зависимости от вашего URL, куда вы должны посылать этот запрос. Ну, допустим, я использовал Docker Cloud в хапроксе, и в нем применяется механизм роутинга через environment переменные. Мы в environment переменных каждого нашего сервиса говорим, что если в URL присутствует, допустим, в данном случае ключевое слово houses, то тогда этот запрос должен идти на house сервис, из дополнительных параметров здесь естественно наши правила роутинга должны быть приоритизированы, поэтому здесь какой-то вес этого правила. И из таких моментов еще CloudBurns нужен доступ к сокету Docker-машины, где он развернут, чтобы он мог отслеживать события по старту новых сервисов и по их, скажем, изменениям. Что хорошо было в этом Docker Cloud в AppRoxy? Я скажу, почему было. Он был сразу native и для Docker Swarm. То есть, если вы используете Swarm, то есть, кластерный режим Docker в продакшене, то вам ничего не нужно было менять, просто могли переиспользовать этот же load balancer. Почему было? Ну, потому что вы все слышали, что произошло с Docker Cloud. Ну, грубо говоря, его закрывают. И поэтому, естественно, вот этот проект тоже сейчас прикипит Docker Cloud Proxy. Хотя он работает и в Swarm, и с Docker Compose. Очень жалко, что сам проект при этом пострадал. Какие возможные альтернативы? Это Traffic, Candy, Zookeeper и так далее. То есть, это все сервисы, призванные на то, чтобы решить вот эту проблему с роутингом, проблему сервис Discovery, облегчить вашу работу с микросервисами. Ну, и в целом это все, если подытожить, что мы, так сказать, сегодня узнали. То есть, доклад, как вы поняли, больше такой технический. То есть, я согласен с Максом, что процессы тоже очень важны. Но идеальная конференция, когда я думаю, 50 на 50, технические доклады и больше такие философские на подумайте и о процессах. В принципе, у нас так почти получилось в этот раз. В рамках этого доклада мы узнали, как построить собственно окружение для ваших Ruby-микросервисов на докер, которые включают в себя все необходимые компоненты, то есть и логирование, и роутинг, и описание наших сервисов, как минимизировать занимаемое ими место, то есть, как оптимизировать образы для ваших сервисов, как зарефакторить ваш докер-компоуз файл, чтобы он занимал меньше строк и было удобнее в нем описывать ваши сервисы, как настроить центральное логирование, как настроить какой-то базовый роутинг между вашими микросервисами. Что дальше? Ну, дальше, собственно, уже имея инструмент для разработки микросервисов, вы можете думать о том, как, собственно, построить вашу архитектуру микросервисов, то есть, возможно, какие-то слоя авторизации пользователя, возможно, это gRPC для коммуникации между сервисами, а не REST, возможно, какой-то паттерн Message Broker для коммуникации между сервисами, ну, или, возможно, вы задумаетесь о том, что пора мигрировать монолитное Rails-приложение на микросервисах. Ну, возможно, и нет. Все, спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы? Ну, давайте, поднимем розы. Я думаю, на самом деле просто все было понятно. Философии немного, и... Ну, просто, если взять под токер, а кибернет используешь? У меня есть обычный план для изучения всего нового, и там кибернет стоит с восклицательными знаками, то есть... А, это... В общем, это не просто отхалание, да. Ясно. Я запилю тебе докер-контейнер и докер-контейнер, да? Чтобы ты мог использовать докер-контейнер, пока используешь докер-контейнер. виртуализацию и виртуализации, и еще туда чуть-чуть виртуализации. Спасибо за доклад. Очень интересно было. Хотелось бы узнать, а в продакшене вы деплоуите через композ? Нет, в продакшене в последнем проекте у меня с вами. То есть какой-то оркестратор, да, стоит? Да, и самое... Самый большой плюс, что в последних версиях вот этот докер-свор, то есть, грубо говоря, поддержка докера на кластере, когда у вас несколько нот, то, что он может использовать вот этот конфигурационный файл с докер-композ. То есть, создав вот этот один файл, мы локально у себя с помощью докер-композ развивачиваем окружение и переиспользуем этот файл конфигурационный на продакшене и свор его же подкладывает. Он автоматически разворачивает контейнеры на разных серверах в зависимости от нагрузки. Ну да, там можно указывать различные правила, лейблы, лот-беллокс разворачивает только на этом сервере, потому что мы хотим, чтобы домен на имя туда показывал, ну, можно управлять этим не много. В общем-то, да. Ну, в принципе, кубернетис то же самое делает, да? Да, вообще, да. Так, а чем не устраивает свор? Да, получается. Зачем смотреть кубернетис, ну, понятно, что он сейчас там взлетает или взлетел, просто... Вот я не использовал кубернетис, поэтому я их не могу сравнить. Но в сворме все устраивает, есть ли какие-то проблемы? Или это... Ну, это проблемы просто вообще и той, и той технологии, то есть, конкретно, чем смущен именно свор, если, конечно, докер его не закроют, то ничего. Но докер-клауд у них была какая-то странная очень политика ценовая там, поэтому, мне кажется, что из-за этого анализ летела у них. То есть, я когда услышал, сказал, не, я этим пользоваться не буду, не знаю. Начал мешать бизнес, они его заходят, Я думаю, да. Интересно. Спасибо. Добрый день. Спасибо за интересный доклад, такой именно технический, который разбавил 50 на 60, причем очень интересный в плане исследовательской темы. Вопрос такой, вот этот пример с микросервисом для умного дома, это чисто абстрактный пример, или это какой-то немножко реальный, или это такой исследовательский проект, который, в принципе, можно доработать и применить в реальной жизни in real life. Вот это именно последнее, что ты сказал, то есть, я вот здесь указал ссылочку на репозиторию, где-то все есть, и это мой исследовательский проект, который я собираюсь применить в реальной жизни, ставьте, что я собираюсь добавить несколько сервисов на Go, чтобы поддерживать gRPC и так далее. Ну и, собственно, хочу попробовать автоматизировать у себя что-то дома из разряда там, если обнаружено движение, включить камеру, послать нотификацию в Slack и так далее. То есть, код есть дома? Код есть дома? Код? Или код? Код ты. А, нет, нет. То есть, как Цукенберг, который разрабатывает сам, там, свой умный дом, то есть, будет альтернативный вариант. Да, то есть, я знаю, что есть проекты, и так далее. Сейчас уже все крупные компании, они занимаются искусственным интеллектом, и квантовыми компьютерами, и, в общем, домами тоже. Так, и еще вопросик по поводу уменьшения, может быть, даже предложение такое. То есть, можно не только использовать альпин образы, но и, в частности, самому собирать образы, там, немножко подфиксировать, убирать лишнее, то есть, то, что нам не нужно, даже из этого альпина легче на хостинг где-то у себя или на каком-то публичном хостинге образов, и это тоже даст какой-то прирост. То есть, ну, все в чем, допиливать образ именно под конкретную задачу, под микросервис. что еще в других языках я слышал для Go. Там, помимо того, что у нас уже есть готовый вебинарник, который, собственно, все, что нам нужно, чтобы запустить Go-приложение, можно его еще архивировать. То есть, в образе хранится архивированная версия, образ еще меньше. Просто при запуске она... Разбачивается в памяти. есть такие задачи, когда у тебя виртуал взлетает, отвечает и умирает. И на все, про все полторы секунды. Это все приобретает смысл, когда у этих микросервисов, допустим, ты пишешь Amazon, да, у этих сервисов тысячи, там вообще-то сэкономил по мегабайту на каждом, уже гигабайт. Словно. И про производительность тоже. То есть, ты сэкономил еще немножко, там не только памяти, но и быстродействия, и у тебя уже надо, там, несколько процессоров меньше использовать в твоем железе. Спасибо. Еще можно будет где-то скачать презентацию? Ну да, мы их выложим. Хорошо. Спасибо. Все? Вопросов нет? Спасибо. Спасибо. Спасибо.